Всем привет! С вами инженер-электрик Екимов Игорь. Сегодня будем рассматривать детектор FNISI WD-01. На объектах я уже встречался с десятком различных детекторов, поэтому информация в этом ролике будет максимально практическая. Детектор FNISI WD-01 предназначен для поиска металлов, древесины и проводки под напряжением. Я уже испытывал этот прибор и пришел к выводу, что он по параметрам очень похож на детектор DMI F10ZM от компании Bosch, но обладает гораздо меньшими гарбаритами. Плюс бошевский детектор я покупал за 100 долларов, а детектор от компании FNISI стоит в три раза меньше. Ссылку на прибор я оставил в описании. Я буду на канале рассматривать и другие приборы. Подпишитесь на канал, чтобы эти обзоры не пропустить. Поддержите это видео лайком и репостом. Посмотрим заявленные характеристики прибора. Пояс магнитных металлов 12 сантиметров, пояс не магнитных металлов 10 сантиметров, пояс проводки под напряжением до 4 сантиметров, пояс дерева до 4 сантиметров. Насколько этот прибор соответствует заявленным характеристикам, разберемся в процессе ролика. Давайте взглянем на сам прибор. Это прибор небольшого размера. Корпус хорошо сделан, что вызывает доверие к самому прибору. На переднюю панель нанесена пленка, которую я пока снимать не буду. Упаковка тоже хорошая, повышающая доверие к прибору. В комплект входит инструкция на английском и китайском языке. Удобный чехол для переноски с фирменным названием и он позволяет крепить его на пояс. И шнур для зарядки. С одной стороны Type-C, другой USB. В самом приборе есть кнопка питания, чтобы включить прибор. Тут же находится динамик и сам вход для зарядки Type-C. На задней стороне находятся бархатистые накладки, которые позволяют не поцарапать стены при использовании прибора. Посередине находится датчик. С помощью карандаша можно пометить место, которое определил датчик. Давайте включим прибор. Экран имеет подсветку. В верхнем левом углу отображается уровень зарядки. Посередине отображается материал, в данном случае пояс железа. Расстояние до материала. Справа показывается уровень приближения в процентах. Снизу появляется шкала центровки, когда мы уже нашли объект. Вокруг датчика три индикатора. Зеленым горит, когда далеко до объекта. По мере приближения загорается оранжевый. При близком расположении загорается красный. Данной кнопкой можем выбрать мы ищем металл или проводку. Или мы можем искать древесину, нажимая на данную кнопку. При одновременном удержании кнопок мы можем включить звуковой сигнал. Как вы видите, появился динамик. Опять вместе нажимаем, сигнал выключается. Прибор автоматически выключается, если его не использовать более пяти минут. Начнем с функции, которая у него получается больше всего. Это пояс металла. Заявлено обнаружение на глубине 12 сантиметров. Реально, это зависит от габаритов металла, который мы ищем. Если речь идет о крупной арматуре, то это расстояние есть 12 сантиметров. Если мы будем искать какую-нибудь монетку, то это будет сантиметров пять. А скрепку он обнаружит с двух сантиметров. Включаем поиск металла. Если прибор нашел магнитный материал, то тут отображается магнит. Если он нашел немагнитный материал, то тут отображается перечеркнутый магнит. Если ничего не отображается, то прибор не смог определить тип металла. Когда эта функция нужна? Когда устанавливаем люстру на гипсокартон, то ее лучше крепить именно к железным профилям. Так крепление будет надежнее. А если устанавливать точечные светильники, то стоит убедиться, что в месте установки железных профилей нет. Иначе это затруднит установку. А иногда некоторые электрики пилят профили, когда на них попали. В результате ослабляется конструкция гипсокартона. Также при сверлении в стене отверстий следует убедиться, что вы не попадете в арматуру. Иначе это принесет вам много ненужных проблем. Есть еще одно применение. Если у вас есть возможность скорректировать место установки розетки и выключателя, то можно проверить на месте установки отсутствия арматуры. И только тогда делать отверстия под подрозетник. Это поможет вам сэкономить время, не занимаясь вырезанием арматуры с места установки подрозетника. Этой функцией в подобных детекторах я пользовался постоянно. И показанный ранее детектор Bosch я возил с собой для этих целей. Данный детектор с этой функцией тоже хорошо справляется. Как видите, так как я долго не пользовался прибором, он выключился. Включим заново. Давайте займемся практикой. Для улучшения точности поиска необходимо прибор откалибровать. Для этого относим прибор от стены и удерживаем кнопку. Ждем пока выключится зеленый индикатор. Когда он включился, прибор готов к работе. Когда вы откалибровали прибор, то положение прибора в руке не меняйте и не перекладывайте его в другую руку. Так как положение вашей руки также сказывается на калибровку прибора. Это касается всех режимов работы прибора. Возьмем линейку. Вначале поищем ее на столе. Как видите, прибор легко ее находит. Вот появляется шкала центровки. Проводим. Проценты уменьшаются. Возвращаемся. Опять ее находит. Опять уменьшается. Теперь давайте положим ее под стол. Попробуем ее найти. Столешница у меня около трех сантиметров. Вот появилась шкала центровки. Вот появилось то, что магнитный материал. То, что три сантиметра до линейки. И обратите внимание, то светится то, что и тут есть электрическая проводка, которой реально нет. Но об этом поговорим чуть позже. Железо он достаточно хорошо находит. Давайте повернем прибор и посмотрим, как он будет находить линейку. То есть повернутый прибор также хорошо ее находит. Для интереса поищем еще монету. Вот монету она хорошо находит. Вот убираем. Вот по мере поднятия. Вот шкала все меньше. Приближаем к монете все больше. Интересное явление, когда сильно приближаемся к монете, то расстояние в сантиметрах пропадает. Когда мы относим, опять появляются сантиметры. Вот монету она находит с расстояния около 8 сантиметров. Дальше прибор ее не видит. Обращаем внимание, что можно переключать режимы поиска проводки и поиска металла. Вот этой кнопкой. Поиск проводки, поиск металла. Как и говорил, данную функцию я на объектах в основном использую для поиска арматуры и поиска металлических профилей. Следующая функция, которую можно использовать в приборе, это поиск дерева. Следует отметить, что это может быть не только дерево. В этом режиме прибор ищет неоднородности в стене. Он может найти и пластиковую трубу и пустоту. При поиске деревянных брусьев в гипсокартонной стене, следует размещать прибор параллельно им, иначе он их плохо определяет. Эту особенность я отметил конкретно в этом приборе. Для чего это нужно? Опять же, как и в поиске металла, нужно искать брусья, чтобы на них крепить и избегать их, если мы хотим установить скрытые розетки. Не секрет, что тяжелые предметы нужно крепить именно к брусьям. В гипсокартон или вагонка тяжелые предметы могут не выдержать. Давайте попрактикуемся. Включаем режим поиска дерева. Есть режим близкого поиска. Если длительно удерживаем кнопку, то включается режим глубокого поиска. Давайте поищем вот этот карандаш. Поднимаем, ведем. Как видите, прибор нашел карандаш. Идем дальше. Он перестает его видеть. Возвращаемся. Обращаю внимание, если мы ведем перпендикулярно карандашу, он его не видит. Как и говорил, прибор нужно держать параллельно брусьям, которые мы ищем. Данный прибор может определять не только деревянные брусы. Давайте прибор откалибруем. Тут металлопластовые и полипропиленовые трубы с водой. Ищем. Вот нашел трубу. Дальше чуть-чуть спало. Вот металлопластовые трубы нашел. Опять спало. Следующую полипропиленовую трубу нашел. Теперь попробуем в таком положении поискать. Вообще нашел. Получается, пластиковые трубы он в таком положении ищет. А вот деревянные брусы лучше искать, расположив прибор вдоль брусов. И последняя функция. Это поиск проводки. Она включается данной кнопкой. Хочу сказать, что данным прибором, так и подобными приборами проводку можно найти в 50 процентах случаях. Это особенность работы этого и подобных приборов. Также это относится к данному прибору Bosch. Все пространство сейчас пронизано полями, которые прибор чувствует. Особенно сложно искать проводку, когда стены влажные и в них находится арматура, по которой могут идти небольшие токи. Не всегда помогает и калибровка прибора. Лучше ищется проводка, когда по ней протекает ток. Если вы идете на объект, то доверять прибору, что точно найдете проводку, не стоит. Более хорошо работают приборы, которые имеют свои генераторы сигнала. Недорогим примером может быть такой искатель скрытой проводки. Он имеет свой генератор сигнала, который генерирует частоту отличную от 50 герц сети. Этим самым можно отделить фон провода от окружающего фона. А это сам искатель, который определяет этот фон. Также он может определить и фон 50 герц. Даже без генератора он работает более эффективно, так как он показывает реальный фон переменного тока в своем динамике или в наушниках, что позволяет более точно найти провод. Если есть желание, то я могу сделать отдельное видео по этому искателю проводки. Напишите в комментариях, насколько он для вас актуален. Будем искать проводку с помощью данного прибора. Для начала откалибруем и введем данный прибор. Тут провод идет снизу вверх и он его видит. Вот как вы видите, провод где-то тут. Обращаю внимание, что тут сухая стена и нет арматуры. Поэтому прибор справляется относительно легко. Но так бывает не всегда и прибор звенит практически везде, показывая, что проводка проходит якобы по всей площади стены. Сделаем выводы. Этот прибор хорошо подходит, если мы хотим искать металл или деревянные брусы за гипсокартоном или вагонкой. А пояс электрической проводки это дополнительная функция, которая может сработать, а может и нет. Что для меня, я в нем вижу альтернативу своему бошевскому детектору. Мне нравится, что он имеет встроенный аккумулятор. Не нужно тратиться на батарейки крона. Указание глубины тоже будет полезным. И он гораздо меньше по размерам, поэтому экономит место в инструментальном ящике и более удобно лежит на поясе. Если у вас остались вопросы, пишите в комментариях. Можете также их задавать производителю. Ссылку на сайт производителя я оставил в описании. Подпишитесь на канал, если подобные видео вам интересны. Поддержите видео лайком. Поделитесь с друзьями. Поддержите канал материально. Это поможет ему выжить в это нелегкое время. До встречи в новых и старых видео.